Новое оборудование, появившееся в Рязанском областном клиническом онкологическом диспансере, способно с высокой точностью проводить прицельную лучевую терапию, максимально щадя окружающий опухоль ткани. Линейный ускоритель TrueBIM STX использует рентгеновское излучение высокой мощности, значительно отличающееся от компьютерного томографа или рентгеновского аппарата, проникающий в ткани гораздо глубже и имеющая значительно большую плотность ионизации на своем пробеге. Каждый пациент перед лечением на этом аппарате проходит подготовку. Сначала мы выполняем компьютерную томографию, специальную, так называемую, топометрическую, по которой мы определяем зону интереса, то есть опухоль, какие-то зоны профилактического облучения и критические для нас структуры. Здоровые ткани, которые подвержены излучению в наибольшей степени, то есть которые не терпят высоких доз излучения. Вместе с медицинским физиком врач составляет план лечения. Принимается решение о том, с каких сторон будет производиться облучение, выбирается правильная доза для терапии. После этого пациент отправляется на линейный ускоритель. Благодаря встроенным рентгеновским системам можно установить положение опухоли на теле пациента. После этого врачам удается с невероятной точностью направить пучок излучения, принимающий необходимую форму, именно в границе опухоли, минуя здоровые зоны, которые не следует облучать. На фоне лечения и после лечения опухолевые клетки постепенно погибают, и опухоль начинает уменьшаться в размерах. Она потихонечку, грубо говоря, растворяется, и через некоторое время мы можем оценить эффект от лечения. Как правило, эффект от лечения оценивается по объективным методам исследований, такие как КТ, МРТ, ну, либо рентген. Зачастую мы динамику наблюдаем уже где-то после пятого-десятого сеанса. Но, опять же, это бывает не всегда. Все очень индивидуально, зависит, опять же, от самого пациента, от опухоли конкретной. Иногда мы уже к концу лечения добиваемся полной резорции, полного исчезновения опухоли. В среднем пациенту необходимо пройти 25-35 сеансов лучевой терапии. Одна процедура длится от 3 до 10 минут, в зависимости от того, какие области подвергаются лечению и какие дозы для этого отпускаются. По последним данным, лучевая терапия показана практически 70% больным онкологией. С ее помощью лечат многие заболевания, в том числе рак молочной железы, рак легких, заболевания головы и шеи. Во всех случаях очень важно соблюдать правильное положение пациента во время процедуры. Для того, чтобы человек случайно не отодвинулся от лучей, некоторые части его тела можно зафиксировать. Все фиксирующие устройства изготавливаются до начала конкретного лечения. Это индивидуальные фиксирующие приспособления, так называемые термопластические маски. Они представляют из себя пластик, который нагревают, и он становится мягким. Соответственно, после наложения на лицо пациента он принимает форму и не позволяет пациенту в дальнейшем во время сеансов облучения значимо двигаться. Это позволяет нам увеличить точность облучения. Если пациент лежит без фиксирующих приспособлений, он, соответственно, может повернуть голову, и мы окажемся в сантиметре от опухоли, то есть облучим фактически не ту зону, которая нас интересует. В Рязанском областном клиническом онкологическом диспансере, как и в большинстве передовых учреждениях мира, принято использовать комплексный подход в лечении онкологии. Он может сочетать в себе оперативное лечение, химиотерапию и лучевую терапию. Так удается добиться большего результата. Появление нового линейного ускорителя в Рязани является результатом воплощения федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Аппаратура обладает непревзойденной точностью и может подарить право на жизнь многим людям. Уже сейчас за один день лучевую терапию здесь проходят от 60 до 80 пациентов. Все они получают медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования.